Чуваки, я уже устал придумывать поводы для лайков, поэтому просто ставьте лайк. Тотти Роналдо в паке за 5000. Кто бы мог подумать, что такое возможно? А я знаю, кто бы мог подумать. Например, Костя Ставр. Не завершаем мы все это паком за 5к. Вы оканчиваете... Что? Да, Роналдо! Да не может быть! Да-да, Ставр в свое время в паке за 5000 вытаскивал Тотти Месси. Да и я тоже, в принципе, в паке за 5000 ловил икону. Кто-нибудь вообще в это может поверить? Пак за 5000. И отсылаясь к вчерашнему ролику, кто бы мог подумать, что в 10 паках по 2500 не может быть волкаута. А нет, может. 10 ёбаных паков по 125 тысяч. И вы знаете, сколько волкаутов? Ноль, блядь! Ну, если вы помните, вчера мне в паке за 5000 также упал Александро. Пак за 5000, блядь! Чё, блядь? Теперь сравните. Пак за 5000 Александро и 10 паков по 2500, 0 волкаутов. Да и в целом, при желании, вы можете найти подборку топовых игроков в паках по 5000 и просто охереть. То есть, к чему я это все веду? Вы знаете, что я немножко так с приветом сумасшедший. Там люблю в 10 дивизион наливать, только серебряные паки открывать. Так вот, в сегодняшнем выпуске я решил посвятить пакам только по 5000 фифа-поинтов. Я не знаю, все ли я делаю правильно в своей жизни, но сегодня у нас не будет ни промо-паков, ни паков по 350, ни паков по 150, а только паки по 100 фифа-поинтов. Да, возможно, я попаду не в то время, не в тот час. Дело рандома, это такое. Так что, ребята, я вас попрошу поставить лайк на удачу и не повторяйте мои эксперименты. Первый пак за 100 фифа-поинтов и тут уже падает рарный игрок. То есть, намек хороший. Ребята, я тут посчитал то, что по итогу я открою 120 паков по 100 фифа-поинтов. Я, естественно, не буду вам показывать каждый пак, потому что монтаж затянется просто в бесконечное время. Посмотрите, какой пак. Это пак за 5000, ребята, я вам напоминаю, все игроки, кроме одной формы. Я реально такого никогда не видел. Опять пак за 5000, ребята, вы посмотрите на этот пак. Опять рарный игрок упал, заместите. То есть, практически всегда мне падает редкий игрок в одном паке. То есть, я вот сейчас открыл, получается, на 1000 фифа-поинтов и минимум в пяти паках был редкий игрок. Охотник? Здравствуйте. Еее! Пеле в паке за 5000. Хорошее название для ролика, ребята. Мне кажется, этот видос можно отнести к более познавательному контенту, нежели развлекательному. Мне реально было всегда интересно, что будет, если сдонатить 12000 фифа-поинтов и открывать только паки по 5000. Но на ютюбе я не нашел ни одного такого видоса, потому что, ну, смельчаков, которые потратят 12000 фифа-поинтов только исключительно на паки по 5000, конечно, таких сумасшедших маловато. Хотя, после 12000 фифа-поинтов только на серебро, меня уже вряд ли можно чем-то напугать. Опа, ребята, первые щиточки подъехали. Сократис. А вы теперь вспомните то, что в пак подвес по 5000, мне бывало падал игрок с рейтингом 82. 83 рейтинг, ребята. Начо Фернандес. Который, кстати, стоит денег сейчас, лол. А что он такой дорогой? 5 кусков за что? Я понял, почему он такой дорогой. Флэшбэк-карточка Икера Кассилиаса. Именно туда для сборки требуются испанцы из Реала, поэтому, если они у вас есть, сливайте, они сейчас дорого стоят. Вернер 83, ребята. Два пака подряд. Сначала Начо Фернандес, потом Вернер. Два игрока с рейтингом 83. И теперь опять же отматываем паки по 2500 и вспоминаем то, что там порой падал рейтинг 82. Я хуй, иди нахуй, Фива, просто иди нахуй. 82 рейтинг. 82 рейтинг. Ха, ребята, посмотрите на этот прикол. Жардель. Рейтинг 82. И плюс пик игрока 75-80 рейтинг. То есть, получается, мы паки, в котором идет только один редкий игрок, вытащили два редких игрока. Ребята, мы просто сломали игру. Ну что, ребята, 6000 фапойтов пролетели. И толком, как бы, нам ни хера и не выпало. Да, были еще точки. И практически в каждом паке разные игроки. Но волкаута пока что мы не видели. Коман 83. Я хотел бы сказать, что это довольно-таки неплохо. Но с выходом Тоти игроки, конечно, с рейтингом 83 обесценились. Опять рейтинг 83. Кстати, есть суверие, если зайти на трансферный рынок. Посмотреть игрока, которого ты хочешь же выбить, шанс выпадения в паки увеличивается. Раз так, в нихуя. Да, сработало, ребята. Кстати, ребята, у меня есть отдельная ролика сделать отдельный видосик с разными суевериями во время пакопенинга. Ну, это если вам интересно, конечно. Ну, ей как бы намекает. Чуваки из eSports, я и так за последнее время вам сдонатил хуй в тучу денег. Так что отебитесь от меня своими намеками. Ко мне пришел мистер Кот. И, видимо, он намекает на то, что хочет открыть паки. Да? Ну-ка, давай посмотрим, что ты умеешь к коте. Уф. Я уже ловлю третьего пиле, ребята. Тут сорян, ребята, я лакер годит. Ну что, ребята, у нас финишная прямая. 800 фифа-поинтов всего лишь осталось. Пак в паке за 5000 монет. Такого я еще не видел. Ну, в общем-то, ребята, закончились у нас фифа-поинты. Потратили мы 12 тысяч, я напоминаю. И нам не упало ни одного уолкаута. Как мне кажется, эти паки работают по методу охуительного рандома. Допустим, вы открываете какие-то N-ные промо-паки. И в какой-то момент случайным образом залетаете в пак за 5000. И шанс выпадения какого-то топового игрока увеличивается в разы. По типу никто намеренно не будет идти открывать исключительно паки по 5000 монет. Когда ты открываешь намеренно, сливая кучу бабок, фифа думает, что ты долбоеб и оставляет тебя с хуйцом. Но когда ты каким-то рандомным образом открывая сотню промо-паков, случайно залетаешь в этот пак, шанс увеличивается. И от этого, собственно, и бывают такие паки по типу того, что вы видели в начале ролика. Вот таким вот образом работает великий рандом. Открываете намеренно, не советую, но время от времени заглядываете в перерывчиках. Как вот вчера у меня тоже сандра получился. Открывал много промо-паков и такой, а, что здесь, давайте посмотрим, заглянул. И на тебе нахер, лучший игрок. Ну и, в общем-то, этот эксперимент подошел мне к концу. Пишите, какие вы хотели бы увидеть в дальнейшем эксперименты. Возможно, я к вам прислушаюсь и запишу ролик. С вами был я, профессор PandaFX. Спасибо, что смотрите меня и всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok